Ходить у грибы для Анастасии Мелешкевич – одна из любимых восиньских забав. Самые яркие вспомины у девчины в минулом сезоне, когда набрала полный кошек. Было такое ощущение, что это круто. Ты собрал столько грибов и такие непередаваемые эмоции, потому что ты понимаешь, что ты замерз, но не зря. А ли то аматоры. А есть и ты, для кого сбор грибов стал амаль профессией и способом пополнить семейный бюджет. Попыт есть. Я все грибы люблю, но особенно белые. Ну и подосиновый, как увидишь, так тоже счастье. У сезон с устроить гандлеров грибами можно в самых нешикарных местах. Однако самая наденная для покупника – сельгаз-рынок. Когда они реализуются на рынке, есть гарантия того, что грибы проверены, прошли, скажем так, минимальные исследования, по крайней мере, на радионуклиды. Грибы, которые продаются в неустановленных местах, вполне возможно, что это те грибы, которых не допустили на рынок. Или люди, которые боятся по какой-то причине действительно идти, продавать их в установленном месте. Еще один шлях реализации восиньских подарунков лесу – сдать у нарыхтовшие пункты. А сельгаз-рыбы и трапляясь на перепроцовшие предприемства, а после у магазины в области. В этот сезон для нарыхтовщиков не самые удалы. С начала года в регионе набили только 4 тонны грибов. Люди грибы сдают охотно, но их в этом году очень мало. За сезон приняли 34 тонны всех вместе грибов. В этом году за сентябрь месяц приняли около тонны. Лишишек 250 кг, маслят 9 кг 300 и опять 440 кг. Усего в лесах Бриска в области растекали 5 тысяч видов грибов. Але одном из них только каля сотни. Тому треба быть особливо уважливым. Бестурботность селита лес не каштавала здоровье в четыром же хорам региона. Первый случай в текущем году произошел именно в марте месяце, когда открыли маринованные, скажем так, маслята. Два случая – это вообще казусные, когда, ну, скажем так, наверное, какое-то было желание острых ощущений. Один случай – это употребление сушеных мухоморов, я так понимаю, с какими-то ожиданиями чего-то. А второй случай – точно так же, вот, беспечность ребенка, который в лесу вместе с отцом собирая грибы, на костре поджарил подосиновик. Рекомендации специалистов, что год однольковые, правильно готовать грибы. Не забывать, что этот продукт – худка псуется, и головная. Браться леса – только добрые, вядомые виды. А вот тут для аматра утихого полевания есть эти добрые новины. В Малорисском районе селита нашли новый вид вядомых грибов – баровик золотистый, и подкрасливают. Сблитый с иншим – его нельга. Когда мы видим, что ножка у наших, у всех абсолютно грибов гладкая, худший за все такая белая, то у золотистого баровика она вельми неровная. У таких ребрах, у таких ритвинах. И на вобматься, когда помацать, сразу видно, что она отчувается неровностей. Это балетовый гриб, трубчатый. А трубчатых грибов у нашей флоры ядовитых нема. Вже дальше все встречи с лесной новинкой «ТТТ» еще не поздно. Грибный сезон по куль протягивается. Евгения Мороз, Тегра, Накопян, Миколай Русский, телерадиокомпания «Мбрыст».